посвященной компанией и сейчас активно распространяется я хотел бы официально опровергнуть всю информацию, которая сейчас есть в соцсетях по поводу наших восплат и так далее но давайте к этому вернемся немного позже и позвольте поделиться с вами сначала нашим проектом вообще что такое Кэпинобайл, тем мы занимаемся, что мы хотим сделать в нашем видении, в нашей стратегии я думаю, это для вас также немаловажно немаловажно мне задали вопрос как вы хотите запускаться как виртуальный оператор вы хотите стать новым мобильным виртуальным сотовым оператором в связи с этим давайте сначала пройдемся немного по терминологу вообще кто такой виртуальный сотовый оператор виртуальный оператор это оператор, который оказывает услуги связи используя телекоммуникационные сети другой компании также у виртуального оператора нет своих собственных частот, не лицензий что касается к этому файлу, называть его виртуальным оператором не совсем корректно поскольку у компании есть свои частоты, есть свои децентзии с 2003 года как мы знаем, за все эти годы компания так и не допустилась и начала свою коммерческую деятельность и хотим обратить ваше внимание, что когда за все эти годы бездействия не было принято никаких решений по запуску и только в 2018 году начинается начиная с их действия у предпринимателей предпринимаются попытки по запуску нового сотового оператора начинается волна черного пиана возникает вопрос, кто за этим стоит и те ли кому это выгодно, чтобы КТ-мобайл не запустился и соответственно, материнская компания продастельком, национальный сотовый оператор не стал более конкурентным на рынке связи возвращаясь к терминологии КТ-мобайл сочетает в себе как виртуального оператора так и полноценного оператора связи поскольку, как я уже говорил, у КТ-мобайла есть свои собственные частоты и есть собственные лицензии это называется совместно использование сети радио доступа и частотного спектра Run and Spectrum Sharing то есть, это ситуация, когда два оператора работают на общей сети то есть, они совмещают частоты в общий пул и используют общее оборудование также был вопрос, зачем нужен новый сотовый оператор зачем нужен виртуальный сотовый оператор виртуальный сотовый оператор и совместно использование радио сетей в мире это очень распространенная и принятая практика например, в разных странах 30-40% рынка занимают именно виртуальные сотовые операторы если брать пример в России, то в России из операторов большой четверки TV2 называют себя оператором фабрикой по производству виртуальных операторов на их базе работают примерно 10 компаний которые осуществляют связь не знаю, связи одни из них, например, это Тинькофф Мобайл и Сбер Мобайл также широко используется модель практика совместного строительства сетей и обслуживания абонентов за счет этого операторы экономят на капитальных затратах улучшают качество сервиса что в конечном итоге ведет к улучшению сервиса для потребителей с точки зрения потребителей вообще все ясно чем больше операторов тем выше конкуренция тем лучше связь тем выгоднее тарифы тем больше сервисов на рынке как мы знаем сейчас на рынке у нас три основных собственных операторов эта ситуация уже многолетняя и компания Кэтм Мобайл хотела бы начать на рынок как новый национальный собственного оператора четвертый кто мешает выходу на рынок нового собственного оператора как вы знаете когда ведутся когда ведутся бакус каких-либо проектов всегда есть заинтересованные лица на данный момент нам точно не известно кто это конкуренты какие-то заинтересованные группы влияния или другие лица теперь поговорим о том о никаком почему мы допускаемся на базе никакого история начиналась история началась еще в октябре когда для начала работы на принципах виртуального оператора и совместного использования сети радио доступа инспектора Кэтм Мобайл провел открытую рыночную процедуру был подготовлен была подготовлена оферта она была публичная и был провелен открытый аукцион на который были предложены все три софта оператора это E-Line, Megacom и E-O для участия в аукционе операторы были обязаны принять основные условия совместной деятельности с Кэтм Мобайл по результатам открытого аукциона победила компания Альфа Телеком предложив на их высшую сумму 345 млн сомов при этом нужно отметить что E-Line с Кэтм Мобайл они были готовы заплатить 340 млн мы полагали что эта цифра базируется на техническо-экономических расчетах наверняка деньги считала также компания E-Line при этом возникает вопрос за что E-Line заплатил 345 млн сомов ответ очень простой за расширение собственного частотного диапазона Альфа Телеком получает право на использование частот Кэтм Мобайл для обслуживания собственных клиентов при этом за счет за счет расширения своего канала связи компания потенциально имеет возможность роста рынка и соответственно дохода компании кроме того Кэтм Мобайл платит за использование сети Мегаком Альфа Телеком 67% балового дохода от каждого абонента таким образом Альфа Телеком сразу настигает двух целей первое он получает дополнительный доход от абонентов Кэтм Мобайл 67% второе он также сразу расширяет свой спектр что является для него результатом которого является получение качества связи в целом давайте предположим что ну предположим ну усомнимся в мотивации компании которая контрагируется государством тогда возникает опять вопрос почему частная компания была готова заплатить 340 млн. сомов разве она хотела подариться мнению государству и отдать их на козы распил как я уже озвучил прибыль будет делиться в начале 67% на 33% соответственно после запуска собственной ядра сети а также собственного доходы компании будет делиться пополам 50 на 50 также меня спрашивали почему о вас не слышно мы бизнес компания мы не пиар агентство мы не инстаграм аккаунт все заинтересованные органы правительства полностью в курсе в ходе развития проекта нужно в стадии развития на 3 части первое это с октября по январь это то время когда была подготовлена публичная оферта по региону аукцион и было подписано соглашение с победителем мегакомом до января месяца после этого как только был подписан договор с оборванной мегакомом началась подготовка к коммерческому запуску наш коммерческий запуск был запланирован на 8 мая мы утверждаем что коммерческому запуску 8 мая но в связи с техническими проблемами которые возникли по стороне мегакома запуск коммерческий был сорван то есть его сроки были сорваны мы считаем что широкая информация должна даваться непосредственно перед самим коммерческим запуском то есть мы хотели запустить нашу PR-компанию начать свой активный маркетинг в начале мая в конце апреля в начале мая но поскольку мы уже в начале апреля знаем что сроки срываются в связи с техническими проблемами и недопониманиями между компаниями публикатских никаких не было и на данный момент мы вынуждены дать такую пресс-конференцию заявить вообще о своем запуске раньше времени из-за того что определенными силами ведется агрессивная кампания по дезинформации и ведению общества в заблуждение относительно проектов которые не останавливаются ни перед чем и распространяют откровенную призываю вас всех уважаемые дорогие журналисты ко всей информации относиться очень критично поскольку те источники неофициальные анонимные они очень негативно влияют на вашу профессионализм к сожалению а концепции проекта в целом если посмотреть на проект противного давайте представим какая была альтернатива я хочу чтобы каждый из вас об этом задумался и представим что данного проекта бы не было текущая ситуация была бы плоха со всех сторон почему бы ценный ограниченный частотный ресурс он бы проставил он бы не приносил пользу ни для потребителей ни для операторов компания была бездействовала долги и штрафные санкции за неиспользованность что растут с каждым месяцем какие были бы ваши действия что бы вы предприняли дальше бездействуем я думаю у вас было бы три основных опции первое запустить мобильного оператора собственными силами второе продать ради частот третье это наш проект вариант первый является достаточно рискованным поскольку требует высоких капитальных затрат в 2016 году был проведен тендер с участием интервью телеком где они хотели узнать стоимость строительства полностью новой радиосети и запуска к этому оборуду как отдельного особого оператора цена проекта была 29 миллионов долларов второй вариант он конечно самый надежный и самый простой но это признание собственного усилия значит правительство и контролируемые компании естественно показывают что они только могут продавать и проекать активы находящиеся в собственности ФМСК республики это очень напоминает вынос из дома фамильных вещей и их продажу для покрытия текущих расходов вопрос может настало время уходить от этой модели например в России в Казахстане национальные операторы связи за последние годы не продают свои активы а наоборот приобретают новые а не усиливают а не наращивают свои долги на рынке чем ухожи наконец-то в случае продажи перспективы синергетического развития существующего бизнеса в Казахстане за счет сотрудничества с дочерней компанией которая является к этому паре сойдут на нет это окнастит в итоге полной потерей национального оператора связи ведь в последние годы он потерял очень большую долю рынка четверть клиентов и по дополнительности уступает мобильным сотовым операторам 3-4 раза поэтому была выбрана концепция сотрудничества с уже существующим оператором связи объединить частоты минимизировать затраты усилить позиции обеих компаний в конечном итоге усилить конкуренцию разнообразить предложения ускорить развитие сектора и принести пользу потребителям продаж это основные наши тезисы по поводу нашего проекта слева от меня сидит наш технический директор Николай справа от меня сидит провести аукцион и заключить договор который четко написано я вам зачитаю то участники аукциона принимают на себя обязательство в случае проведения заключить договор о совместной деятельности в качестве опорного оператора и в качестве оператора партнера на условия совместного использования радиочастотного спектра и телекоммуникационной сети ранжей и национального уровня на следующих условиях и так далее пошли по пунктам то есть вы видите что здесь речь действительно идет о совместной деятельности и есть и в условиях договора четко подписано что имеет право на собственный запуск на частоту опорного оператора то есть в данный момент никакому извиняюсь в связи с этим нам непонятна позиция когда они утверждают что они заплатили 345 миллионов за то чтобы приобрести наши частоты то есть это не так потом нам также непонятна позиция мегакома которая говорит что на вот у меня тоже есть официальное письмо на страничках затраты закрытого общества на реализацию совместной деятельности с и они говорят что для запуска нашего проекта компания мегаком требуется 86 миллионов долларов США на что мы ответили полным отрицанием но полностью не согласны с их позицией мы считаем что запуск данного проекта не требует никаких капитальных затрат только минимальные оперативные затраты что касается информации которые распространяются сейчас соцсетях а наша зарплата небесных мы уже вдоволь посмеялись у себя я хочу официально вам заявить что наивысшая зарплата у нас в компании является 157 тысяч сон минимальная зарплата 18 тысяч сон средняя зарплата 35-40 тысяч сон мы должны понимать что рынок телекоммуникаций он очень конкурентный и очень глупо экономить на качестве сотрудников соответственно на их зарплату то есть за малую зарплату телекомпании не придет кто-либо работает качественно у нас команда на данный момент составляет 27 человек мы ее называем командой запуском она у нас революционный раз у вас января месяца начинают 6 человек и вот сейчас 27 человек любой разбирающийся специалист в этой области скажет что это действительно очень минимальный ресурс кадровый а также по оперативным затратам также хотелось бы добавить что мы на кратах зарплаты получаем ниже чем другие созданные операторы мы стартап новый стартап возникает вопрос почему некоторые кадры которые имеют большой опыт пришли с своих насиженных мест с других компаний и работают сейчас в мобайл спрашивая у них саммит мы указали что им очень интересна сама идея реализация им интересно им интересно участвовать ставить стартап компании они готовы работать в конце спасибо спасибо да да ну смотрите есть своего рода это спортивная этика то есть внутри компании в любой компании всегда присутствует внутри компании никто не знает кто сколько зарабатывает вы представь я вам говорю у нас максимальная тропата 159 тысяч сумм и из этого пожалуйста сделать свои выводы спасибо смотрите давайте мы на конференции пройдем разминили динамики терминолог у шум банк сез с в 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 с в в в в в в Можно, да, я добавлю, относительно распространенной информации, которая была в социальных сетях распространена, дело в том, что она не соответствует действительности. Я долгое время являлась сотрудником за Альфа Телеком, изначально это было Субимако, на этапе развития, на этапе стартапа, конечно, заработные платы в полгода были ниже, но те зарплаты, которые указаны сейчас, они соответствуют не нашим заработным платам, а заработным платам действующих сотрудников Альфа Телеком. В этой распространенной информации фигурируют те фамилии, которые ранее работали в Альфе Телеком, но не фигурируют те фамилии, которые там не работали. Здесь действительно мы пришли за идею, у нас команда из 27 человек, мы полностью готовы к коммерческому запуску. Стартап у нас начинался с 6 человек, заработные платы некоторые сотрудники у нас не получают, потому что они действительно сюда пришли за идею. И та информация, которая сейчас идет о том, что проект не дает открытых никаких сведений, нет, компания открыта, аукцион был проведен прозрачно. Набор кадров у нас идет также прозрачно, на всех ресурсах это тот же самый, желтый кадр и так далее. Относительно проекта Китима Пайл, он с 2003 года действительно начинал свою деятельность, но в какой-то момент он уснулся. Сейчас, реагинировав его, очень большая идет дезинформация, вследствие чего сегодня вместе с заместительным генеральным директором мы сидим здесь и беседуем с нами открыто-прозрачно. По поводу информации, на прогулеском, на русском и так далее, в компании прозрачно, у нас есть наш сайт, в конце вы можете посмотреть. Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, медиа-кактусы, карту-кактус-медиа. То есть, кто автор? Это правительство, Фуги, это частное лицо, Кыргыз-Телеком. Кто был автором или кто предложил? Второй вопрос. Вы сразу все вопросы задайте. Нет, нет, я по очереди, чтобы вы не забыли и мы не запутались. По поводу автора, концепция развития, были много концептов по запуску КТМобайла и по поводу автора, это инициатива Фуги-Телекома для запуска именно КТМобайла как виртуального сфотографа. Эта концепция была проработана борьбы с генеральным директором КТМобайла, он тоже видел перспективы, и, соответственно, сейчас все наши команды активно поддерживают и инициативы, концепции, мы верим в нее, что это будет очень успешный проект. Почему было создано именно ОСО, а не на базе КТМобайла, то есть, есть достаточно хорошая форма собственности государства, например. Почему это именно частная форма собственности? Ну, смотрите, ОСО было создано в 2003 году, поскольку в 2003 году были распределения часов, подчасти для КТМобайла. Но, скорее всего, это было одно требование, чтобы отделить его и призвать частоты. Я как не поняла, а объясните? В 2003 году у нас там не было, почему он был создано и как он просто. Мы можем вам ответить на этот вопрос тоже. Это не подноско? Нет, вот объясните, вот частота 2003 года принадлежит КТМобайлу. Да. А что ей мешало завести в КТМобайл? Ну, это два хозяйственных субъекта, и они, смотрите, в КТМобайл, его основная деятельность, это неподвижная связь, это фиксированный интернет. КТМобайл же эта компания именно в подвижности создана компания, поэтому это две разные области деятельности. Скорее всего, исходя из этой логики, это было решение. Нет, еще мой последний вопрос, потом я вам свою часть, да? Не кажется ли вам, что Мегаком на самом деле этот кренд запомнил, потому что вкладывается большое количество денег, они потратили 345 миллионов сомов для запуска, вы говорите, что еще необходимы оперативные расходы для запуска уже коммерческого, да? Я помню. Которые тоже предоставляют Мегаком. Смотрите, да. Очень хороший вопрос, спасибо, что вы спросили. Во-первых, я не могу говорить за Мегаком. Я думаю, Мегаком будет вам повод для своих комментариев. С нашей точки зрения, проект выбранный. Почему? Я уже, я еще раз повторю, я уже о том говорю, наша компания платит 67% балового захода именно Мегаком, как опорного оператора за то, что мы используем их сеть. А теперь я вам объясню очень простую экономику. На данный момент рынок телекоммуникационной связи определен следующим образом. Примерно половина рынка сейчас занимает компания Мегаком. О, как вы знаете. Они очень агрессивный маркетинг, они действительно сейчас очень активно работают. Немножко меньше 30% это компания Мегаком и также соответственно геналь. Теперь смотрите, если на рынок, это логически, да, если на рынок выходит новый соколоператор, он привлекает к себе абонентов из всех соколокомпаний, верно? То есть, если в доле рынка Нуртелекома 50%, то два абонента от Нуртелекома, один абонент от Дилайма и один от Мегакома. И соответственно, Мегаком от всех абонентов к этому праву получает 67%. Как это может быть неудобно, понимаете? При этом 345 миллионов сомов он заплатил не за то, чтобы мы просто на институт опускаемся, мы за это отдельно платим, как арендаторы, понимаете? Они это заплатили для расширения своего спектра, своей радиочастоты, что позволяет им улучшать качество связи. Я не хочу, что вы точнее последнее, я больно уже извиняюсь, не последнее, не точнее, не этому вопросу, да, про распределение, но получается, что они заплатили вам, теперь вы платите им, да, но вы говорите, что... Кто партнер, коровы им, разрешите себя, пожалуйста. Вы платите им, вы платите. Мегаком заплатил вам 345 миллионов сомов, теперь вы им платите арендную плату, 67% дохода они сейчас получают, вы уже второй раз говорите об этом, с каких, простите, вещей они получают 67% дохода. А будут получать. При этом вы говорили до этого, что после запуска будет 50 на 50. После запуска, смотрите. Вот поясняющий вопрос 50 на 50, вам техническую сторону очень хорошо можно рассказывать, не давайте. Здравствуйте. Здравствуйте всем. По условиям ОТРТ, проект делится на две части. Первая часть, это запуск полностью виртуального оператора, когда абонент подслуживает сеть компании Мегаком, опорная сеть, корр-нетворк компании Мегаком, билинг компании Мегаком. В этом случае определение доходов осуществляется в пропорции 33% дохода КТМ-файла, 67% это доход Альфа-Телекома. Вторым этапом, который у нас должен начаться примерно осенью, у нас будет запуск своего ядра, своего билинга. С этого момента у нас будет распределение доходов 50 на 50. 50% мы платим Альфа-Телеком за использование радиосетью Альфа-Телекома. До момента строительства своей радиосети. Если обычным языком, то не бросите этот мост. Болот, пожалуйста, 5-й канал. 5-й канал, я вам вопрос на русском. Вы говорите, как будто задавайте на терриске, я буду отвечать вам на русском. Как будто я на русском не заморозил. Во-первых, для стартапа деньги откуда брали? Или вот 345 миллионов праздники уже? Ну, я уже сейчас, я думаю, я развернусь на 20. Я еще раз не повторюсь. Был проведен открытый аукцион. Нет, я говорю, для стартапа зарплата 150 тысяч, не 300, а 150 тысяч, говорите, да? Откуда-то берете деньги, если вы не работаете, не зарабатываете. 345, смотрите, я вам должен пояснить. Вы должны понимать, я думаю, вы все здесь сидящие меня прекрасно поймете. Смотрите, запуск любого проекта, запуск любой компании, это самый ответственный момент. И это как спустить лодку на лодку, понимаете? Сейчас идет активная подготовка именно к запуску. Мы были готовы к запуску 8 мая. Нет, деньги, а насчет деньги, скажем, откуда вы берете деньги? И все деньги, смотрите, мы в январе месяце заключили договор, соглашение с Альфа-Телеком, в рамках которого он выплачивает нам 345 миллионов сомок. Откуда и берем. За 145 миллионов уже тратите, да? Мы уже эти деньги начинаем расходовать на запуск компании. И второй вопрос, вот в интернете просвечивается, вот, Владимир, отца, да? Да, вопрос, да, вопрос, да, вот, 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 вопрос. Это он с помощью Аттала назначили директором? Кого? Вас. Я не директор компании. Я заместителем директора. Нет, меня заместителем взял наш генеральный директор. Я не могу это отрицать, да, полностью, просто, в связи. По поводу его деятельности, я думаю, он вам сам может открыто развивать информацию, чем он занимается, в соцсетях или вообще в интернете, в гугле. Очень много информации о нем. У него очень богатый политический опыт с 90-х годов. Сейчас, насколько мне известно, он возглавляет секретариат открытого правительства. Пробуемский проект. Другой директор я его не знаю. Сколько раз. Продолжение следует... Смотрите, здесь нужно что-то разделять. Таргуз Телеком — это открытое акционерное общество. КТМУ Байл — это 100% дочередное предприятие ОССО. При этом директора компании КТМУ Байл назначает именно руководство компании Таргуз Телеком. А кого назначает уже сам директор — это его право. Я пришел на эту должность именно через директора. То есть директора мне пригласил. Назначаемую должность. Директор. Изгеверилу оландой КТМУ 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 КТМУ. Там уже пострадали бантику Таргуз Телеком. что касается кредитов китайских кредитов и взаимодействия нашей материнской компании с Китаем, наверное, будет правильнее спросить у самой компании. Мы являемся независимой компанией. Постольку мы не знаем, у нас не может, что целиком заложено. Я такую информацию не располагаю. Единственное, что я могу сказать, что у компании к этому файлу, на время, когда мы пришли в компанию, долг оставлялся 70 миллионов сомок. Штрафные санкции при этом за неиспользование ради общества начисляли со скоростью 10 миллионов сомок в квартал, то есть 2,5 миллиона сомок в месяц, которые мы сразу же постарались максимально быстро остановить. И они были остановлены уже в начале апреля. То есть это процесс, который требует времени, он не только зависит от английского языка, международной практики. Поэтому, что касается... Остальные криптов, я не знаю. Я знаю, что у компании к этому файлу долг 170 миллионов был. Его мы планомерно гасим. У нас есть уже план погашения долгов. У вас в тех науках есть контакт в пресс-трелизе. Если направите запрос, мы вам все документы необходимо вышли. Это без проблем. Радио Морал. Сан-Матспа, Казах, Карл Збонича, Суран Ланца. Ушел в мамно кет Байдан Шаненкина, канты лицензия отдавали на мызанную, визу, 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 лаку, визу, лаку, Смотрите, срок действия в центре, по срокам, я думаю, Николай Георгий разумеет, потому что это техническая часть. Насколько я знаю, срок действия в центре проходит с концертового года. По условиям, на скорость на агенцию связи, по их положению, по их правилам, компания должна погасить долги. Перед скорость на агенцию связи с шансовой санкцией все выплатить, а также запустить разные часы. Поэтому для нас было очень критично запуститься, как можно скорее, и начать дорабатывать деньги компаний. У нас уже имеются четкие планы по выплате этих шансовой санкций, чтобы не допустить потери часов компаний. И вот это мы не знаем, что можно найти. Добавлю, что у нас есть лицензии, которые делятся на два типа. Есть лицензии бессрочные на операторскую деятельность, и есть лицензии граничных проблем, и это на частотные присвоения. Самым высокоценным ресурсом является частотный ресурс. В связи с тем, что компания простаивала, с 2015 года были начислены огромные страхные санкции за неиспользование частот. Они начислялись, как я уже рассказал, ежеквартально. То есть там суммы составляли десятки миллионов на сумму. Поэтому у нас вопрос состоит в том, чтобы до декабря месяца наши частоты должны работать. Частоты должны обеспечивать покрытие 30% как минимум территории Крымской республики. В условиях современных реалий частоты используются сетями четвертого поколения, это ЛТЕ, и частотами диапазонов ОМТС-технологий. В частности, чтобы покрыть территорию Крымской республики, по опыту операторов, которые здесь работают, необходимо примерно полторы тысячи базовых станций как минимум. В условиях сжатых сроков в течение одного года это было сделать очень тяжело и практически даже невозможно, наверное, в условиях того, что финансирование такое отсутствует. Поэтому выбрана была именно модель запуска как виртуального оператора с технологией Раншейн. Это все было сделано ввиду того, что необходимо было погасить задолженности по платежам, бюджетам. И сжатого финансирования была выбрана именно такая технология, которую вы сейчас понимаете. То есть там из полученных средств львиная доля, она уходит именно на погрешение сформированной задолженности на текущий момент для 2018 года. Поэтому мы надеемся, что компания «Метакомнити» нас поддерживает в этом проекте. Ресурсы очень ценные, важные с точки зрения государства, с точки зрения обслуживания абонентов. И на самом деле потери, как и с телекома, в случае неисполнения лицензионных обязательств на конец года, они будут гораздо выше, чем та сумма, которая была выплачена в условиях оферты компании «Метакомнити». Агентство «Аки-пресс», пожалуйста. Агентство «Аки-пресс», пожалуйста. У меня такой вопрос, каково мнение, как вам, допустим, мышцы, потому что будет, получается, конкурент, который тоже является этой компанией. И второй вопрос, что будет с вашими участками, если вы потерялись? Будут ли они выставлены на акцию, можете ли вы участвовать в этом проекте? Спасибо большое за вопрос. Что касается фонда госимущества, была представлена модель разделения доходов. Мы не должны забывать, что «Этамобайл» – это тоже государственная компания. Все доходы от этой компании также поступали в бюджет. Если не было, то это одна стратегия, то есть концепция подразумевала, что две государственные компании в совокупности, в совокупности, я представляю, увеличивают общую долю рынка. То есть в этом случае для людей не особо важно, из какого кармана, какого кармана перекладываются. Понимаете, да? Деньги заработали. То есть две общие компании, они в совокупности увеличивают долю рынка. И доходность в бюджет, получить доход в бюджет. Что касается изъятия радиочастот, имели права, какого-то самоучаствовать в аукционе на ремень. И если частоты будут, газ, например, заплатно, то они будут расставляться на аукцию. У вас хватит возможности для нас? Скорее всего нет. Учитывая рынок, компания, гиганты, можно сказать, гиганты компании, на том, что мы очень маленькая компания, я думаю, что финансово это уже не ценностно будет. Спасибо. Пожалуйста. как поле в л в 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 Especially не работал долги были сформированы это государственные правила, нормы вы эту информацию можете получить как у нас так и в госагинские связи она не является секретной и неважно это какая компания в случае расстраивания неиспользуемых частот на них накладываются штрафные санкции только за неиспользуемые радиочастоты сколько за это? радиочастот по радиочастотам это обращает только науку долга вы разверте информацию вы отправите вопрос закончите генеральный директор Мурбек Мухаммед а у меня Мурдагин директор все что я могу сказать про нашим генеральным директором про его компетенцию как вы знаете может не все из вас это знают Мурбек Мурдагин является и являлся первым генеральным директором Мирхон когдашнюю еще компанию он он эту компанию ставил с нуля как мы сейчас ставим никто из социалистов не сомневается в его компетенции он реализовывал несколько успешных проектов как у нас так и зарубежок имеет качественное зарубежное образование и уже показал себя как опытного менеджера специалистов поэтому я считаю что при рациональном героическом отношении опорного оператора мы несомненно добьемся успеха и также сможем предоставить вам всем то есть потребителям с высокого сети нового решения качественную связь и более выгодной калиф вы должны понимать что тем выше конкуренция на рынке тем лучше качество связи потому что почему потому что каждый оператор будет бороться за каждого абонента он будет стараться находить новые инновационные решения сейчас же у нас на рынке произошел некий застой у нас рынок поделил тремя крупными компаниями и у них уже нет никакой мотивации для того чтобы развивать его понимаете именно с точки зрения технологии вот вы сейчас все прекрасно знаете что во всем мире сейчас активно уже идет развитие технологии 5G с такими темпами развития вообще ничего сказать об этой технологии в jongчей 20 3 и